Вечер пятницы, а значит мы говорим о футболе на ТСВ программа «Главная арена». Здравствуйте! В белых креслах сегодня сидят, ну как сидят, не только сидят, но и работают Владислав Лукаш и Владимир Хорошилов. В красном кресле, или как мы его уже успели окрестить, в красном углу ринга, сегодня у нас Арас Азбилис, полузащитник Шерифа и сборная Армении. Давайте сразу скажем, что переход Араса в этом межсезоне... Был трансферной бомбой, да? Наверное, это трансферная бомба, это самый громкий трансфер Шерифа этой зимой. Да, абсолютно так. Араса хорошо знают в России, в Европе, в России, конечно, по выступлениям за Кубань, за Спартак. Вот сейчас мы проверим тебя уже на прочность в нашей студии и узнаем, какой он, Араса, Азбилис. Да, и вот мы думали, на каком языке с тобой разговаривать. Ты знаешь армянский, голландский, английский, русский, но у нас... Турецкий, да? Турецкий, да. У нас выбор абсолютно, наверное, невелик, поэтому мы сегодня будем говорить на языке Пушкина и Достоевского. Кстати, как у тебя с русским языком? Ты его где учил вообще? Ну, в России, когда я играл, там в Краснодар мало людей говорил на английский, и каждый раз надо через переводчик должен быть разговаривать, и я не люблю, когда сам не могу что-то делать, и начал уже быстрее разговаривать, потому что обязательно там надо разговаривать на русский. Когда ты перешел в Спартак, ты уже русский знал отлично, да? Ну, отлично, там еще добавал чуть-чуть и лучше стал. Хорошо, а за то время, пока ты был в Спартаке, потом ушел из России, и вот сейчас снова пришел в русскоязычную, можно сказать, среду, успел позабыть немного язык? Ну, я чувствую, когда ты не практируешь, практики нету, тогда уже будешь забит. Это каждый язык. Но сейчас уже опять говорим русский, и будет еще лучше. Можно сказать, что русский был самым тяжелым для изучения? Нет. Нет? Какое самое тяжелое? Ну, русский тоже тяжело, но я сам думал, что армянский на другие люди вообще тяжело, потому что много... Армянский, да? Да. Там и другая письменность, там вообще все тяжело. А давайте перейдем к футболу. У тебя в 2016 году случилась какая-то вот абсолютная чехарда, да? Ты подписал большой такой массивный контракт с турецким Бешикташем на 4,5 года. Сыграл там всего пару матчей и ушел в аренду в Испанию, в Рае Валикана. И потом ты пропал практически до 2018 года. Ну, мало что о тебе было слышно. Что случилось? Где ты был? Ну, я приехал от Спартака, я ушел от Спартака на Бешикташ. После травмы, у меня была большая травма, но Бешикташ уверил меня, президент уверил меня. И тогда был Белич, и когда он уже хотел меня раньше, и не получилось что-то, и потом приехал новый тренер. И все равно президент хотел меня купить, и я подписал контракт. Мне он сказал, лучше иди в другой команде играй, потому что тебе большой травм был, я хочу тебе практика. И поэтому отдали тебе в аренду, да? Поэтому отдали сразу аренду в Рае Валикану, но тяжело после травмы набирать форму, конечно. Поэтому ты исчезла на неопределенное количество времени для болельщиков в том числе. Хорошо, как шериф появился на горизонте у тебя? Ну, у меня хороший друг работает, агент армянский, он узнает директором. И он мне сказал, как ты думаешь, если шериф хочет тебя, я сказал, пожалуйста. Why not? Why not? С твоим переходом, кстати, болельщики шерифа, кстати, когда ты еще сюда к нам перешел, абсолютно вся российская пресса писала, а раса сбились в шерифе, про тебя сразу вспомнили. И вот с твоим переходом болельщики, в том числе и наши, связывают очень многое. Все ждут вот этих шикарных ударов с левой, с твоей... С дальней дистанции чаще всего, да, из-за призыва штрафной. Да, шедевральной левой. В шерифе твоя левая нога волшебная, она тебя не подведет? Не, он со мной еще. А, все с тобой, да? Да, да, да. Главное, чтобы не была травмированная, да? Не, все хорошо, и левая нога еще есть, надо показать. Ну, ты немного нас испугал, потому что перешел ты в шериф, прошли сборы в Турции, потом были матчи, товарищеские матчи сборной команды Армении, за которой ты выступал. Вот мы увидели новости, что у Асбелиса травма, он не сыграет против Эстонии. Думали, что что-то серьезное, но через несколько дней ты все-таки вышел на поле и сыграл с Литвой. Вот она, эта фотография, да? Да, кстати, Арас очень хорошо сказал, международная неделя завершилась, и я опять в клубе, как будто уже в своем любимом клубе. Расскажи, что произошло, что за травма, и на сколько ты сейчас готов? Ну, а второй тренировки задней... Поверхность бедра? Да, не, на Акил. А, на Ахиловый. Это плохо место было просто, и два-три дня не могут нормальное, как это, продукт, и там фотку сделают, МРТ делают. Просто место было плохое, там на Акил, там быстрее... Как это, это место, которое ты... Да, быстрое восстановление не получается, надо очень долго залечивать эту травму. Но потом уже каждый день делать процедуру, и это был удар, и удар тоже быстрее уходит. Самое главное, ничего серьезного. Ты нас успокаиваешь, потому что мы все хотим тебя уже увидеть в первом туре против Петрокуба в стартующем чемпионате Молдавии. Воскресенье. Сможешь? Да, 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 да. Все нормально, да, ты в состоянии выйти на поле? Не, нормально. Все, успокоил лично. Ну, все, отлично, болельщики спокойны. А раз ты очень крутой футболист, но ты не один такой в этом межсезонье. В Шерифе еще вместе с тобой пять новичков всего, да. И, ну, будем говорить еще... О вратарях наших двух, да. Вратарях, да. Пащенко вернулся вновь в наш клуб. Ну, и Микулич после небольшого такого вояжа в Хорватию все-таки остался в Шерифе и будет вместе с Пащенко защищать наши ворота. Да, смотрим сюжет о новичках, такое своеобразное мини-досье об этих игроках. Мы еще не знаем, что они из себя представляют, но уже совсем скоро узнаем, что это за фрукты. Да, надеемся, большую часть этих новичков, о которых вы сейчас посмотрели в нашем сюжете, мы сможем увидеть в ближайшее воскресенье. Хочу напомнить, начинается чемпионат Молдавии. На крытом манеже пройдет матч Шерифа против Петра Куба. Посмотрим, что Роберто Бардин подготовил, да, уже на этот новый сезон. Да, а раз тебе удобнее играть атакующего полузащитника, да, почему так? Ты же в Аяксе начинал свою карьеру. У тебя там, Аякс, это же атакующая команда, да, у тебя там выбора другого не было, надо было, ну, забивать как-то в Аяксе. Нет, под нападающий. Ну, да, под нападающий, но атакующий. Полево крайний, как это впереди, вингер. Вингер, вингер. Ну, вот. Но почему именно человек, который больше играет на атаку, ты же все-таки такой креативный человек, который любит забивать, любит бить издалека. Почему именно эта позиция? Почему ты там не центральный нападающий? Ну, я думаю, физически тоже на центральный нападающий нужно чуть-чуть по... Габаритнее. Быть покрупнее, да? Да. И... Не знаю, я думаю, каждый игрок, который начал играть в футбол, играл нападающий. Все начинают нападающий. Или в воротах, да, или нападающий. Да, я тоже начинал нападающий. Большая часть славы, да, приходит как раз нападающим, да, еще с второго футбола. И потом играл влево, вправо и под нападающим. Хорошо. Что Роберто Бардин тебе готовит? Ты уже понял? Да, я его хорошо понял. И будем видеть, как будет. Ну, он доволен твоей работой на тренировках? Что говорил тебе? Вот раз... Да, он любит, играет, играет, конечно, прессингует вперед. И тоже в обороне надо помогать. И он хочет очень быстро все сделать. И впереди, и назад тоже. А ты уже успел привыкнуть к своим партнерам по команде? Вот комфортно тебе с ними играть? Чувствуешь ли ты их? Да, конечно. Но только мало играл. Три матча играл на сбор. И надо еще чуть-чуть времени. Но все равно футбол это один язык. И все будет хорошо. Хорошо. Все твои бывшие клубы играли, можно сказать, с прицелом на атаку. Вот на твой взгляд, Шериф это атакующая команда. Несмотря на то, что главный тренер итальянец, что очень много внимания уделяется как раз обороне. Да, я думаю, тоже Шериф атакует команду. И надо смотреть, с кем ты играешь, конечно. Но на чемпионате, я думаю, мы всегда будем с мячом. И вперед будем играть. В чемпионате будет более атакующая, да? Да. Я думаю, да. Ты, кстати, ты видел Шерифа в Еврокубках в последние, в Лиге Европы вот осенью? Да, да, да. Я думаю, там сам много очков взял, да? Да, да. Это рекорд был. Рекорд 9 очков. И как тебе команда? Играл Локомотив. Это хороший матч был. Там тяжело, конечно. И там уже Шериф показал свои качества и какой клуб. Может быть, ты влюбился в Шериф в матче с Локомотивом? Можно так сказать. Ну, хорошая игра, да? Можно и влюбиться. Во все влюбились в ту игру. Почему бы и нет, да? А вот сейчас игра будет у нас в Манеже. Как ты вообще? Играл официальные игры в накрытые на стадионе? Это несложно? Нет. Это первый раз будет. Первый раз для тебя, да? То есть даже в юношес... А, тренировался только. Ну, чтобы официальные игры... Да, в Москве тоже был там в Манеже, но только тренировался. Не играл там. Ну, это трудности для тебя какие-то будет? Посмотрим, не знаю. Я думаю, не проблема. Потому что уже там тренировался и... Ну, понятно, скучное поле, но все равно хорошее. Хорошо. Вернемся к нашему чемпионату. Вот мы сейчас видим на своих экранах всего лишь 8 команд. Это такой своеобразный антирекорд молодовского футбола. Принимают участие в чемпионате этого сезона. Давай попросим убрать наших режиссеров картинку с экрана и проверим Араса на прочность. Да, на знание. Может, успел что-то прочитать? Да. Я уже видел. Увидел Араса. Вот, давай, еще раз. Какие команды ты молдавские знаешь? Ну, Петеркуб, который играем в воскресенье. Один. Петеркуб, шериф уже понятно. Две из восьми назовешь. Еще шесть. Миросол. Зебры, которые там большой дебе, да? Да, да, да. Там один клуб, который не на чемпионат, даст, даст, да? Да, удачи уже нет, удачи уже нет, удачи уже нет. Удачи уже нет, удачи уже нет. Ну, ладно, засчитаем, знал. Ну, ты, да, назвал самые известные молдавские команды. Динамо, Динамо Авто, да? Не, ну, слушай, нормально, готов. Отлично, да. Готов к чемпионату. Мы просто думали, что ты... Самое главное всех соперников принципиально, да, назвал. Мы начали нашу программу с темы сборных. Сейчас все игроки уже вернулись в расположение своих клубов. Восемь футболистов шерифа отправились в свои сборные. И трое сыграли за сборную... За сборную Молдавии, да? Да, мы проиграли сборную Молдавии Кот Дивару, но мы видим по очень красивому это фото, наверное, до матча, да? Потому что все с улыбкой, наверное, еще до поражения. Ну, хотя бы сборная Молдавии побывала в Париже, сфотографировалась на фоне Эйферевой башни, наверное, неплохо провела время. Уступили со счетом 1-2. Единственный гол в составе сборной Молдавии забил Артур Яницин. Да, и молодежка, кстати, тоже играла свой матч в Хорватии. Да, это был отборочный матч на чемпионат Европы. Наши проиграли, и в этой игре случился такой, ну, немного неприятный, курьезный эпизод, который попал во многие топы, в том числе даже на Евроспорте, по-моему. Да, 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 этот гол вот цитируют все. Вот мы его сейчас видим. Ну, я скажу в защиту, скажем так, своего коллеги, голокипера, любой вратарь должен пустить такие пенки, ну, потому что стать хорошим вратарем нельзя, не пропустив какие-то смешные мячи. Поэтому не стоит расстраиваться. Ты в том числе также рос, да, в своем юношеском, юношеский период. Да, а раз в твоей карьере были вот такие курьезные голы, которые, может быть, ты забивал или ваша команда забивала, ну, которая вызывала какой-то, может быть, смех. Надо подумать, не знаю. Не, у тебя голы только с дальней дистанции в девятку. Они все красивые, да? Они все красивые, а какие-то такие. Поэтому не могу сказать, какие самые. Ты в порядке, да? Хорошо, когда ждать от тебя первого официального гола, когда можно радоваться? Прогноз можешь делать сейчас? Ну, сейчас, не знаю, посмотрим в воскресенье, если получается. Ну, в воскресенье тебя сейчас смотрят все наши болельщики шерифовские. Ты пообещай, забьешь, не забьешь, попробуешь, там, не знаю. Ну, конечно, все надо попробовать. Сколько тебе туров надо, чтобы ты железно забил гол? Сколько игр? Ну, при условии, что будут выходить в каждой игре, да? Да, при условии, что ты будешь играть. Не знаю, честно, надо смотреть. Я не люблю раньше сказать, сколько голов будет забивать, сколько будет ассист отдать, или что там важно. Не важно, кто забивает. Самое важное, три очки, и с командом хорошо играем, и не важно, кто забивает. Ну, выкрутимся. Ну, это хорошо, да. Скромный парень у нас сегодня в гостях был, Араса сбились. Да, Араса сбились сегодня был в гостях. Спасибо тебе большое. Я думаю, получился интересный разговор. Наших телезрителей приглашаем в воскресенье в 15.00 на крытый стадион спорткомплекса «Шериф». Мы начинаем чемпионат Молдавии матчем против Петрокуба. Да, и подарок для всех болельщиков молдавского футбола. Вход на этот матч, на крытую арену спорткомплекса «Шериф» будет свободным. Совсем скоро, 4 апреля, «Шериф» празднует свой 21-й день рождения, поэтому этот клуб такой своеобразный подарок. Всем спасибо. Это была главная арена на ТСВ. До встречи. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова